Жители многоэтажек рядом с расселённым бараком на улице Сибиряков-Гвардейцев требуют снести заброшенное здание. В бесхозной постройке поселились бездомные. И это лишь одна из многих проблем, с которыми сталкиваются люди. Они всерьёз опасаются за свои жизни. Ольга Маховская расскажет почему. Вот ещё даже видны следы. Здесь тоже когда-то находился барак, его расселили и достаточно быстро снесли. Дом по соседству пустует уже около двух лет. Несмотря на то, что выглядит он заброшенным, жизнь здесь продолжает кипеть. Для кого-то это место стало удобным для свалки мусора, но для кого-то настоящим домом отдыха. Вот даже кресло поставили. Бродягам даже за водой ходить не нужно. Набирают в доме. Внутри вот уже два года бьёт целый фонтан. Водоснабжение в расселённом доме почему-то не перекрыли. Барак, девчон, только ребятня можешь прийти покурить. Потому что загорался два или три раза. Внутри действительно компания подростков подозрительного вида. Местные жители рассказывают, устали прогонять незваных гостей. Да и не всегда бомжи и хулиганы их слушают. Вечерами вообще стараются обходить это место стороной. Нет, страшно. Вообще, я замечаю, что здесь дети лазают. То есть туда прям внутрь заходят. И на самом деле, ну это страшно как бы. Поэтому надеюсь, что вас несут. Патастрофа, полная патастрофа. Видите, что творится здесь. Всё завалено, всё закидано. Всё. Мусор сплошной. Да всё тут, и крысы, они уже у нас в подъезде начали. Уже на девятом этаже попадают. Тут такие вот. Владимир Зайцев, председатель совета соседнего дома, уже который год пытается добиться, чтобы дом снесли. С одной стороны, говорит, жителям грозит опасность от обитателей барака. С другой, из-за руин они не могут поставить ограждение вокруг тротуара. Автомобилисты устроили здесь самовольный объезд. Срезают пробку, рискуя задавить прохожих. А специальные столбики поставить не разрешают, так как к брошенному дому не будет противопожарного проезда. В одно прекрасное время просто будет труп тут. Это уже, я грубо говорю, но будет. Когда расселённый дом снесут, неизвестно. По крайней мере, местным жителям районная администрация отвечает, что денег на это нет. И отсылают недовольных в мэрии. Там не смогли оперативно ответить, будет ли очищена территория. Жители тем временем готовятся писать коллективную жалобу на имя городоначальника. Ольга Маховская, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск.